Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Сергей Грязнов, заведующий отделением сосудистой хирургии областного кардиологического диспансера и кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Сергей Викторович! Ну вот, вы сосудистый хирург. Скажите, пожалуйста, какие вообще симптомы должны насторожить человека, чтобы он обращался именно к специалистам вашего профиля? Симптомы сосудистых заболеваний очень многообразны. Для того, чтобы именно выявить те симптомы, которые приведут пациента к нам, я думаю, для начала пациент должен обратиться за медицинской помощью в ту предклинику, куда он приписан, где он проживает. И уже после осмотра, так скажем, специалиста широкого профиля мы можем проконсультировать этого пациента. И действительно есть какие-то проблемы с сосудами. Но если брать по большому счету и в общем, то самые распространенные симптомы наших заболеваний, заболеваний, допустим, периферических артерий и заболеваний вен, то при заболеваниях артерий это боль в оконожных мышцах при ходьбе, это похолодание стоп, это ночные боли. То есть именно эти симптомы должны насторожить человека. И нужно подумать о том, что нужно обратиться к специалисту. При заболеваниях вен здесь немножко, мне кажется, попроще, потому что при данной патологии люди обращают внимание на то, что у них расширенные вены, могут оттекать ноги, могут меняться цвет кожных покровов, вплоть до появления трофических язвов. И если эти, так скажем, симптомы, если эти появления присутствуют у человека, я думаю, что уже непосредственно можно идти напрямую к сосудистому хирургу. Исходя из Вашей практики, на сегодняшний день у нас в Рязани какие наиболее часто встречаются сосудистые заболевания? В Рязанской области в настоящее время очень много атеросклероза сосудов конечностей. Эта проблема молодеет. Очень много пациентов возраста до 50 лет, до 60 лет, которые страдают этим хроническим заболеванием. И мы, к сожалению, уже сталкиваемся с теми больными, которым нужно помогать именно хирургическим путём. То есть мы таких пациентов эксплуатизируем к нам в отделение, проводим определённые обследования, включающие в себя УЗИ сосудов, ангиографию по показаниям. И если уже есть какие-то проблемы, которые нужно справлять хирургически, мы, конечно, делаем операцию и предлагаем это активно. Потому что откладывать операцию в таких случаях и ждать каких-то улучшений, к сожалению, не приходится. Если к вам больные попадают в таком состоянии, это значит, что заболевание уже запущено. Что нужно делать для профилактики атеросклероза? И опять же, какие первые симптомы этого заболевания? Вся проблема заключается в том, что наш, так скажем, российский человек не пойдёт в больницу, не пойдёт к врачу, пока заболевание не достигнет какой-то критического уровня. Я думаю, что мало ли кто-то из людей и взрослого возраста, и пожилого возраста просто так пойдёт в больницу, чтобы провериться, чтобы что-то предотвратить. К сожалению, большинство пациентов, которые мы получаем, которые обращаются за медицинской помощью в районные больницы, в участковые больницы и в поликлинике города, они приходят уже только тогда, когда уже есть определённые симптомы, которые уже 100% ведут к госпитализации к нам в отделении. Я имею в виду это что? Боль покоя. Когда пациент, допустим, может ночью спать, у него болит нога. И именно с этой клиникой, с этими симптомами пациент уже приходит к нам. Что делать для того, чтобы это предотвратить, это очень сложный вопрос, потому что очень многое зависит от грамотности населения, от осторожности населения. То есть люди, ещё раз повторяю, должны обращаться на ранних стадиях при манифестировании заболевания, когда только начались какие-то симптомы. Профилактика атеросклероза, она очень многообразна и включает в себя очень большой комплекс мероприятий. Во-первых, это отказ от курения. Один из главных факторов, провоцирующих и развивающих это заболевание, пройдящее к инвалидизации населения, это курение. Большинство пациентов, которых мы оперируем в отделении, они все курили. Я даже больше скажу, они продолжают этим заниматься и в больнице, несмотря на запреты, несмотря на то, что это, так скажем, вредит и внутреннюю распорядку больницы, да, где нельзя курить. Естественно, вредит им. Но помимо курения, что ещё приводит? Помимо курения при атеросклерозе, ну, это погрешности в диете, жирная пища, это продукты, богатые холестерином. Хотя сейчас многие моменты по холестерину не пересматриваются на самом деле. Но продукты, которые включают жареную пищу, какие-то фастфуды, они, конечно же, неблагоприятным образом склазываются на работе сосудов. И в этих сосудах откладывается холестерин и его продукты. И в последующем ведёт к тому, что бляшки эти растут и закрывают своё непросветное сосуды, вызывая определённую клиническую картину. Есть люди, которые очень активно следят за своим здоровьем и сами стараются исключить какие-то заболевания. То есть ощущая определённые симптомы, да, они ходят по врачам, делают какие-то обследования, стараясь исключить вот нечто такое страшное. Вот в случае с заболеванием сердечно-сосудистой, сосудистой системы достаточно ли, допустим, будет сделать УЗИ сосудов для того, чтобы человек успокоился и понял, что ему не стоит обращаться к сосудистому хирургу. Все специализированные методы исследований, включая ультозаковую диагностику, они сейчас очень доступны. Мы с вами прекрасно знаем, что в нашем областном центре очень много частных центров, где выполняют УЗИ, да. Много частных центров открыто в районных областях, там тоже выполняют УЗИ определённые. Но я хотел бы подчеркнуть, что именно направление пациента на ультозаковую диагностику должно исходить от врача, от врача-специалиста. Иначе мы имеем такую картину, что очень многие люди, да, они следствуют своим здоровьем, они пытаются сделать какие-то обследования, да, исследования, там УЗИ, кровь и так далее. Но порой они всё делают бездумно. И потом уже, приходя к специалисту с кипой документов, с кипой документов, предъявляя определённые жалобы, очень сложно потом объяснить, что, понимаете, у вас проблема не в том, что у вас болят сосуды, и они поражены сосуды, а у вас, допустим, остеохондром из поясничного отдела позвоночника, у вас есть крыжа межпозвоночных дисков поясничного отдела, позвоночника, который тоже даёт определённую клиническую картину, иногда сходным заболеванием сосудов. Поэтому я хотел бы, чтобы наши пациенты, наши не пациенты, люди вообще, которые, так скажем, считают себя социально грамотными и следствием своим здоровьем, чтобы они в первую очередь консультировались со специалистами, а уже потом специалист назначал, либо не назначал какие-то исследования. Зачастую действительно бывает сложно добраться до причины того или иного недомогания. И в том случае, если, допустим, мнение врача-терапевта расходится с мнением самого пациента, он может каким-то образом, минуя направление врача-терапевта, попасть именно к вам, к сосудистым хирургам? Конечно. По направлению терапевта, они в основном, я думаю, что обоснованы. Почему? Потому что терапевту, который занимается, так скажем, всеми болезнями, да, который занимается не узконаправленность какой-то проблемой, а всей той экипой болезней, которые могут быть и которые необходимо исключить, ему, пора, очень сложно самому принять решение, нужно больного направлять, не нужно больного направлять. Но, скорее всего, они направляют. Потому что их можно понять, докторов, они пытаются помочь людям на своем этапе, и они хотят получить адекватный консультант специалиста. Но даже если пациент не получает направление от терапевта, от хирурга, то есть поликлиники у себя на консультанты сосудистых хирурга, это можно сделать спокойно над диспансерией. У нас сосудистый хирург принимает две смены, диспансерно-консультативном отделении, охватывает очень большое количество пациентов. Я не побоюсь сказать, что наши доктора иногда под герорические усилия, которые сядут на приеме, они принимают иногда по 40 человек за смену. По 40 человек за смену. Причем пациенты очень проблематичные. Пациенты в основном те, которые направляют районы, сами понимаете, если из дальнего района, допустим, из Сасова, сюда приехать только надо. Это 3-4 часа дороги. Плюс здесь какая-то очередь, естественно, она существует. Потом обратный путь. Но в любом случае это необходимо делать. Это необходимо делать для того, чтобы уже, по крайней мере, поставить точный диагноз и дальше уже разбираться этой проблемой. На сегодняшний день в сосудистой хирургии есть какие-то новшества, которые вам, врачам, помогают в лечении сосудистых заболеваний? Новшества определенные есть. Я думаю, что с годами эти новшества все более и более входят в обыденный рацион наших оперативных мешательств, наших техник. Широкое распространение сейчас приобретают гибридные мешательства, так называемые. Это те мешательства, которые мы выполняем совместно с эндоваскулярными хирургами. То есть это когда пациенту проводится оперативное лечение, строго по показаниям, строго соблюдая определенные рекомендации и учитывая тяжести характера поражения. То есть когда пациента периодят две бригады. То есть одна бригада – это эндоваскулярные хирурги, и вторая бригада – это, так скажем, те хирурги, которые работают через «разрезы». Ну, в кавычках можно так сказать. Затем у нас есть определенные техники по операциям при анервизмах алорты, когда мы также исключаем большую лабораторную операцию ввиду тяжелосоматических проблем пациента. То есть мы опять это совместно с эндоваскулярными хирургами делаем это протезирование анервизма специальными стенграфтами, которые закрывают этот патологический просвет и в последующем препятствуют разрыву этой анервизмы и, так скажем, спасают пациента. Вот таких операций тоже у нас прибавляется с каждым годом, но мы не забываем о том, что мы делаем, так скажем, на протяжении многих лет, делаем это очень достаточно успешно. И те открытые операции, которые мы выполняем, это ортобедренное шунтируемое, это шунтирующие операции при окклюзирующих поражениях артерии бедренного подколенного сегмента. Когда мы выполняем эти операции с помощью аутовен, то есть берем у пациента его же вену и вшиваем ее вместо артерии, по ней идет такой же артериальный кровоток, как и по артерии, и с помощью искусственных протезов, и с помощью протезов, взятых из артерии быков, так называемых ксенопротезов, специально отмытые, приготовленные. То есть мы сейчас, если брать пациента конкретно, мы можем предложить ему, даже если будем оперировать открытым путем несколько методик. Прекрасно, что у нас такие современные технологии используются в медицине, но лучше, наверное, все-таки было бы не доводить до операции. Мы с вами говорили об образе жизни, которое влияет на появление данных заболеваний. Допустим, все мы знаем, что нужно делать для профилактики гриппа, какие-то элементарные правила, мыть руки, меньше бывать в местах скопления людей. А вот если касаться именно сосудистых заболеваний, может быть, людям какого-то определенного возраста, в какой-то определенный период времени нужно проходить какие-то обследования, чтобы не доводить эти заболевания до той стадии, когда уже требуется операция? Здесь можно отметить то, что широко сейчас идет программа диспансеризации населения, как и в Рязани, так и в областных, в районных центрах. По диспансеризации пациенты старше 50 лет должны проводить ультразвуковое исследование сосудов шеи, то есть это сосуды, питающие головной мозг, им берутся анализы на липидный спектр. То есть определенные есть подвижки. Я думаю, что диспансеризация и проведение определенных обследований, оно будет способствовать тому, что мы будем получать таких больных меньше и можем как-то более влиять на патологический процесс. Сейчас у нас как диспансерия активно проводят диспансерные субботы, то есть это два раза в месяц по субботам к нам привозят из каких-то районов по списку, по определенному заверенному, пациентов, допустим, в одну субботу из Сасова и из хирургского какого-то района. И эти пациенты, они осматриваются как кардиологом, так и сосудистым хирургом. Может, сосудистый хирург, когда их принимает, он уже принимает решение, стоит ли делать какие-то дополнительные методы исследования. То есть в это время у нас в диспансерии принимают и кардиолог, и сосудистый хирург, и доктор функциональной диагностики. То есть если пациенту необходимо сделать уйти сосудов, питающих головной мозг, мы это сразу все делаем. То есть не надо никуда не записывать, не перенаправлять. И я думаю, что именно эти методы диспансеризации, методы первичной профилактики, первичного осмотра, они будут влиять на снижение заболеваемости при атеросклерозе. Сергей Викторович, большое спасибо, что нашли сегодня время к нам прийти. Мы вам желаем поменьше больных и успехов в вашей работе. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы также желаем всего самого наилучшего. Увидимся в следующих выпусках.